Укрепляется основой боевой подготовки военнослужащих. Она укрепляет волю военнослужащих, тренирует выправку, выносливость, способствует соблюдению порядка и укреплению дисциплины, совершенствует умение чётко и быстро выполнять команды, развивает внимательность, исполнительность, подготавливает военнослужащих к чётким и слаженным действиям в бою. Строевая подготовка включает одиночное строевое обучение без оружия и с оружием, строевое слаживание отделений, расчётов, экипажей, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов и полков при действиях в пешем порядке и на машинах, строевые смотры подразделений и частей. Строевая подготовка организуется и проводится на основе Строевого устава Вооружённых сил Российской Федерации. Строй, установленный уставом размещения военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. Элементами строя являются фланг, фронт, тыльная сторона строя, интервал, дистанция, ширина. В строе бывают одноширеножный или двуширеножный, сомкнутый или разомкнутый, развернутый или походный. Одноширеножный строй – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии. Двуширеножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага. Шеренги называются первая и вторая. Одноширеножный и двуширеножный строй могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии, по фронту в строю, в линии машин или в линию колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. Развернутый строй применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, парадов, а также в других необходимых случаях. Развернутый строй отделения может быть одноширеножным или двуширеножным. Походный строй – строй, в котором подразделения построены в колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных уставом или командиром. Походный строй применяется для передвижения подразделений при совершении марша, прохождения торжественным маршем с песней, а также в других необходимых случаях. Построение отделения в строе производится по команде «Отделение в одну шеренгу, в две шеренги – становись». Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону фронта построения, отделение выстраивается согласно штату влево от командира. С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделения. При необходимости выровнять отделение на месте подается команда «Ровняйсь» или «Налево ровняйсь». По команде «Ровняйсь» все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо, правое ухо выше левого, подбородок приподнят, и выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Налево ровняйсь» все, кроме левофлангового, голову поворачивают налево, левое ухо выше правого, подбородок приподнят. Строевая стойка является базовым элементом строевой подготовки. Строевая стойка принимается по команде «Становись» или «Смирно», либо самостоятельно при отдании и получении приказа при докладе во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации при выполнении воинского приветствия при подаче команд. При этом должно стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни. Ноги в коленях выпрямить, но не напрягать. Грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед. Живот подобрать, плечи развернуть, руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра. Голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка. Смотреть прямо перед собой, быть готовым к немедленному действию. Повороты на месте выполняются по командам «Направо», «Налево», «Кругом». Повороты кругом налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и правом носке. Повороты направо в сторону правой руки и на правом каблуке и левом носке. Повороты выполняются в два приема. Первый прием. Повернуться, сохраняя правильное положение корпуса и не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Второй прием. Кратчайшим путем приставить другую ногу. Движения могут совершаться шагом или бегом. Существует шаг строевой и походный. Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем, при выполнении ими воинского приветствия в движении, при проходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него, при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке. Походный шаг применяется во всех остальных случаях. Движение строевым шагом начинается по команде строевым шагом марш, в движении строевым марш, а движение походным шагом по команде шагом марш. По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести его тяжесть на правую ногу, сохраняя устойчивость. По исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. Руками, начиная от плеча, производить движение около тела, вперед, сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса, на ширину ладони и на расстоянии ладони от тела. А локоть находился на уровне кисти руки, назад, до отказа в плечевом суставе. Пальца рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. При движении походным шагом по команде смирно перейти на строевой шаг. При движении строевым шагом по команде вольно идти походным шагом. Движение бегом начинается по команде бегом марш. Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки необходимо полусогнуть, отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом. Для перехода с бега на шаг подается команда шагом марш. Исполнительная команда подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. Шаг на месте производится по команде на месте шагом марш в движении на месте. При поворотах движение руками производится в такт шага. Для прекращения движения подается команда с обращением «Стой». КОНЕЦ КОНЕЦ